Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье — это наша судьба. Я приветствую самых-самых счастливых людей на планете, друзья мои, самых счастливых. Наташенька увидела тебя, Роберт, тебя тоже закрепила, рядышком всё, будем рядом, в одном портере будем сидеть. Друзья мои, я вас, конечно же, поздравляю, поздравляю с грандиозным ростом и с триумфальным ростом. И знаете, сегодня хочется подарить вам на будущее, подарить вам вот это видение, что вообще суперджан, друзья мои, в будущем. Вот мы сегодня делаем, казалось бы, незаметные действия, для мира я имею в виду. Вот мы делаем, мы проводим тренировки, мы видим себя здесь в моменте. Но я вам сегодня хочу подарить, вы знаете, что будет у нас в будущем, потому что я, друзья мои, я очень-очень человек, который сразу мыслит картинками и мыслит образами. И вы знаете, вот эта галерея славы, которая сегодня у нас впервые, друзья мои, впервые за всю историю ассоциации, мы её видим в оффлайне, мы её видим жильём, как ваше имя на табличке приклеивается вот в эту доску почёта, галерею славы, которая будет по всему миру, друзья мои. Вы только это представьте. Вот мы же частенько представляем, имеем уже здесь, вот здесь и сейчас, да, мы очень часто имеем такое из прошлого, вот такие события, которые сегодня нас вдохновляют. И вот сегодня настал тот час, тот момент, когда нами будут гордиться наши потомки, каждым из вас, друзья мои, а могут не гордиться. И вот я когда записывала своё сообщение буквально два дня назад, может быть, кто-то слышал, а кто-то не слышал, друзья мои, я повторюсь. Вы знаете, очень много у нас страхов. У нас страх отказов, у нас страх позвонить, набрать трубку, страх, что о тебе подумают, страх вот выступить, да, на публике. У нас очень много страхов. Но вы знаете, про один страх мы забываем. Это страх не оказаться в этой галерее славы, страх пройти мимо, друзья мои. И вот я на секундочку только хочу посеять вот эту картинку вам, картинку, что вы спустя некоторое время, пусть это будет там, я не знаю, пройдя 5-10 лет, неважно, но вы путешествуете со своей семьёй, вы приезжаете в какой-то город в вашей стране, или вы приезжаете в какую-то страну, вы приезжаете со своей семьёй. И, естественно, если вы будете видеть, что там есть клуб «Суперджамп», он стоит, красуется, его видно издалека, друзья мои. Вы зайдёте туда? В любом случае вы зайдёте туда, вы зайдёте поинтересоваться, посмотреть, а что же это такое, а как это выглядит. И вот вы представляете, вы заходите, а в холле висят вот эти таблички «Галерея славы». И там на всех языках каждой стране есть список первооткрывателей, первопроходцев, первых людей в мире, которые начали прокладывать, друзья мои, на целине, начали прокладывать путь, понимаете, путь к счастью, к здоровью, к процветанию. И вот представляете, подходит ваш ребёнок, внук ваш, и начинает искать, кого в первую очередь? Кого он будет искать в этой табличке? Зная, что у вас есть право, у вас есть лицензия, зная, что вы интеллект-тренер, зная, что у вас есть вот такое поло. Кого он будет искать, друзья мои? Ну, конечно же, вас. А как может быть, что вас там не будет? Какое оправдание вы найдёте, друзья мои? Какое оправдание? Что я не смог выполнить условия? Четыре очень простых условия, ребят. И вот, знаете, я сегодня сижу и так радуюсь за тех людей, у которых уже зажёны. Вот я вижу там пять тест-драйвов, да, шесть тест-драйвов, семь там тест-драйвов. Я думаю, ну вот, вот-вот-вот, чуть-чуть-чуть, давай ещё, давай ещё, давай ещё. Особенно, друзья мои, если у вас есть уже статус мастера, особенно если у вас уже больше, чем, выше, чем второй ранг или есть второй ранг. Друзья мои, ну у нас-то проще, нам-то нужно выполнить всего два условия. И вы знаете, я вам сегодня, ну поскольку дарю практические советы, я вам сегодня расскажу, как я это делала, как я зажигала, сейчас, вы знаете, зажигала вот этой страстью, я зажигала вот этим нашим общим движением и показывала вот эту картинку, я показывала, как тобой могут гордиться. Где ещё такое можно найти? Назовите мне ещё такое делать, где действительно тебя тобою будут гордиться. Знаете, у меня есть мой педагог по музыке, и она в нашем городе висела на доске, знаете, есть такая доска почёта. Знаете, в каждом городе, да, есть доска, она обычно висит где-то возле администрации. Но вы знаете, вот я когда уезжала из города Ангарска, она там висела, а сейчас её там нет, потому что каждый год меняют. Понимаете? Каждый год. Но даже тот год, который она там была, я подходила к этой табличке, я подходила к этой галерее славы, и я говорила, посмотрите, вот это моя учительница, посмотрите, а она вот здесь сидит в рамках города. Понимаете? Но я гордилась, как ученица ей, но её сейчас там нет, потому что меняются, вот каждый год меняются лучше, друзья мои. Вы оставляете на века. На века, понимаете? Поэтому сегодня что нужно делать? Ну, во-первых, знаете, вот у нас вчера по команде у нас есть один такой чат, где тоже переписываются все лидеры, которые в движении, которые практикующие интеллект-тренеры. Вы знаете, я тоже поймала такую волну. Одна девушка прекрасная у нас, Сашенька Величковская, она говорит, а вы знаете, а я как бы, ну, я рассказала, что мне нужно помочь. Ребят, представляете, это же тоже идея классная, да? Мне нужно помочь попасть в галерею славы. А вы знаете, что люди очень любят помогать? Вы знаете? Это же очень круто. Я даже себя вспоминаю, что когда ко мне кто-то обращается, я всегда рада помочь. Вы знаете, когда даже, ну, если я своими там не могу усилиями помочь, я всегда, ну, попрошу там ещё кого-то или посадят у кого-то. То есть мы на самом деле очень любим помогать. Это первое, друзья мои. То есть вы скажите, скажите людям, что я хочу туда попасть. Заявите о своём желании. А второе, друзья мои, вы знаете, что на самом деле очень человек больше стремится сделать действия даже не за материальное вознаграждение, а именно за вот это моральное вознаграждение. Вы знаете, что это даже сильнее, вот это признание, оно даже сильнее, чем материальное вознаграждение. И вы знаете, когда ты понимаешь, что если мне одно из условий нужен мастер, минимум, да, в первой линии новый мастер, так ты этому мастеру подари идею, ты ему подари идею попасть в эту галерею славы. Понимаете? То есть когда ты ему посеешь вот эту идею попасть в галерею славы, что произойдёт в первую-то очередь? У него-то условие стать мастером. Понимаете? То есть это же командная игра. Он становится мастером, соответственно, он вам одно из условий уже выполняет. Поэтому, друзья мои, вы знаете, самое главное, самое главное, то, что я буду в этой таблице, нужно себе произнести. Вот мы недавно проводили тоже со своей командой встречу, и я спросила, я говорю, а поднимите руки, кто точно будет в этой галерее славы? И вы знаете, руки подняли не все. Знаете почему? А потому что мы всегда говорим, я попробую, я попытаюсь, может быть, если получится. Согласны? Так вот вы знаете, что энергия совсем другая у этих слов. Если вы говорите, у меня получится, может быть, я постараюсь, вы уже дали себе отступного, вы уже дали вот этот шанс проигрыша себе. Понимаете? Ещё же ведь Мухаммед Али говорил, что все бои, они выигрываются сначала в голове, друзья мои, в голове, не на ринге, не в спортзале, а чемпионами становятся в голове. А что это значит? Это значит сказать себе, я буду в этой галерее славы. Вот дайте мне сердечки, кто точно будет в этой галерее славы. Когда вы говорите «я буду», вы понимаете, что у вас совершенно другая энергия идёт. Когда ты говоришь «я точно там буду», я не знаю как, я не знаю с кем, но я точно буду, вы знаете, какая волна идёт, вы знаете, какая энергия идёт? Потому что у вас ниоткуда вдруг ни с того ни с сего начинают какие-то звонки происходить, ни с того ни с сего начинают какие-то люди появляться. Вы знаете, мне один вчера я разговариваю с одним человеком, я делаю презентацию одному человеку. Знаете, что происходит? В этот момент мне звонит человек, который вообще его в списке в моём нет. Он просто случайно звонит, он просто случайно набрал номер. И вы знаете, что это за человек? Это человек, который сейчас садится ко мне на тренировки, и когда вдруг случайно, как вы думаете, случайность и случайно или нет, я ему начинаю рассказывать о нашей индустрии, а вы знаете, он говорит, а я стихи написал. И знаете, какие стихи он мне пишет? Что он мечтает заработать честным трудом очень большие деньги, помогая людям. А не про нас ли это, друзья мои? Как это, вот как планета, как вообще законы, вот мироздания, как устроены, как только в вашей голове посеется, я точно буду. Вы понимаете, что происходит во Вселенной? Как будто бы Вселенная начинает вам шептать, а давайте ей поможем, давайте ему поможем, ведь он так этого хочет, давайте все условия создадим для этого человека. Поэтому, друзья мои, спокойно идите к людям и говорите, у нас есть классная, у нас есть крутая идея, действительно, по скорости перемен с человеком нет равной этой идеи, правда? По скорости, по эффективности, по простоте. Но у нас есть идея, вот как я говорю, у нас есть идея, у нас ртов не хватает, у нас есть идея, у нас не хватает ртов. Так давайте, друзья мои, нести вот эту идею, давайте нести на самом деле по всему миру, потому что от нас зависит, сколько интеллектренеров будет на планете Земля. И вы знаете, очень много мы откладываем на потом, согласны? Мы очень любим откладывать на потом, но 29 число ещё же есть время, я-то точно до 29 буду. Вот, друзья мои, ещё один тоже очень хороший совет. Чем раньше вы будете в этой таблице, тем больше человек в вашей команде будет в ней. Согласны? Если вы будете думать только про себя, но я-то точно буду 29, у вас просто не будет время, ещё не останется время, чтобы посадить туда как можно больше людей из вашей команды. А ведь смотрите, когда я вот сейчас смотрю таблицу, я уже смотрю, а кто из моих наставников, а кто из моей команды, понимаете? То есть вот этот посыл, сколько людей из твоей команды будет в этой таблице. И если ты лидер, друг мой, но ты не имеешь права не быть там первым. Правда? Но ты не имеешь права быть там после своих партнёров. Нужно быть первым. И вот, друзья, очень часто, ещё вот один такой момент, знаете, очень часто мы путаем под словом делать на самом деле делать. Знаете? Очень часто. Потому что некоторые, знаете, я напишу список, я же вроде делаю, нет, это ты не делаешь. Я напишу план, нет, это ты не делаешь, друг мой. Я смотрю школу, это ты не делаешь. Я читаю книгу, это ты не делаешь. Я радуюсь за других людей, это ты не делаешь. Делать, друзья мои, это на самом деле, это звонить, это презентовать, это искать человека, это проводить тренировку. Вот это называется делать. Даже вот, когда мы с вами сегодня сидим, вот здесь, мы не делаем, друзья, мир сам себя не спасёт. Поэтому я на этой ноте хочу уже завершить. И знаете, что действительно сказать? Вот нас 900 сейчас человек, чуть-чуть больше, не хватает даже тысячи ребят. Но нам по три человека завтра, разве это сложно? По три человека пригласить минимум ребят завтра, чтобы нас было больше трёх тысяч человек. И я думаю, что это вполне возможно, но не просто пригласить, а получить подтверждение от человека, что ты будешь завтра здесь. Потому что завтра произойдёт чудо, завтра произойдёт сакральное вот это вот таинство, потому что энергия нашего основателя, энергия Владимира Догоня, друзья мои, она будет, знаете, она будет переливаться через экран и зажигать сердца, которые вы завтра пригласите вот на это событие. Я, друзья мои, каждому желаю сегодня, уже сегодня пополнить нашу галерею славы и с удовольствием передаю микрофон нашему Сеу, нашему самому великому человеку Пётру Силкину, на которого мы равняемся, просто равняемся и гордимся вами. Пётр, вам слово. Субтитры создавал DimaTorzok